Друзья, всем большой привет! Сегодня готовим вот такую красоту. Посмотрите, как красиво смотрится. Очень красиво, очень аппетитно. Готовиться совсем не сложно. Поэтому давайте начнем готовить. В первую очередь я беру 1 чайную ложку дрожжей с горкой. Добавляю немножко сахара. И заливаю теплой водичкой. Перемешиваю и оставляю, чтобы дрожжи поднялись. Теперь я беру 250 грамм муки. Добавляю растопленное сливочное масло. Добавляю соль. Приблизительно пол чайной ложки. Сюда же вливаю дрожжи. И 2 чайные ложки сахара. Сразу сюда же вбиваю 1 яйцо. И вливаю молоко, теплое молоко. И быстренько замешиваю тесто. И оставляю приблизительно на час. Тесто за это время должно подняться. Значит, для начинки нам понадобится 200 грамм грецких орехов. Я их уже измельчила вот таким образом. Видите, не сильно мелко. И сюда же добавлю сейчас 3 столовые ложки сахара. Сахара. Перемешаю быстренько. Это будет наша начинка. Что-то ие! Спасибо при этом! Поехали. итак я поделила на 8 частей два кусочка я сделала побольше чем все остальные это будет вверх и низ и сейчас их будем раскатывать сначала будем раскатывать большой кусочек самый нижний так я раскатала корж теперь я беру свою форму а точнее сковородку и выкладываю туда свое тесто чтобы были бортики обязательно очень важно теперь необходимо его смазать маслом и посыпать нашей начинкой для этого нам понадобится сливочное масло растопленное сливочное масло грамм 50 нам понадобится и сверху посыпаю нашу начинку рассчитайте так чтобы вся начинка ваша хватило на все коржи теперь раскатываю следующий корж и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, друзья, вот у меня прошло 20 минут, в 20 минут моя пахлава была в духовке, я ее достала и сейчас буду ее разрезать по нашим вот узорам, полностью, прям вот до дна. Сверху зальем сливочным маслом, растопленным сливочным маслом. Итак, вот я разрезала на кусочки и сверху поливаю сливочным маслом. И теперь опять ставлю в духовку минут на 40. Итак, теперь я подготовлю сироп. Я взяла 100 грамм сахара и 100 миллилитров воды. Теперь я этот сироп поставлю на огонь. Как только он закипит, я его сниму и буду заливать поверх нашей пахлавы. Итак, друзья, мой сироп закипел, я достала пахлаву из духовки и заливаю его кипящим сиропом. Теперь ставлю пахлаву минут где-то на 5-7 в духовку и уже потом можно доставать пахлаву. Итак, вот я достала пахлаву, теперь она должна полностью остыть и уже потом, друзья, мы будем пробовать и я вам скажу, как она получилась. Вот такая очень красивая, очень аппетитная пахлава у нас получилась. Мы ее уже почти половину умяли. Я вам советую ее приготовить. Пробуйте, пишите свои комментарии, не забудьте поставить класс, делитесь со своими друзьями. И всем пока-пока!